Сегодня мы с вами находимся около здания Бундестага, немецкого парламента. Я здесь не для того, чтобы водрузить на нем флаг, а чтобы немного о нем рассказать. Как вы видите, около здания практически нет людей. Немцам абсолютно все равно, что депутаты делают внутри. Понять, что происходит внутри, можно просто посмотрев, что происходит в стране снаружи. И мы сегодня решили сравнить хотя бы в общих чертах работу двух парламентов – Бундестага и Верховной Рады. В Бундестаге невозможно заблокировать трибуну. Даже если это произойдет, то сразу же все обнесут колючей проволокой и по периметру поставят собак. В Верховной Раде же это невозможно. Жалко собак, их же сразу покусают. А вот что объединяет оба парламента, так это то, что Бундестаг и Верховная Рада очень обеспокоены работой российской разведки, которая все активнее действует и в Германии тоже, причем в самых высших эшелонах власти. Мы решили выяснить у жителей Берлина, что они думают по этому поводу. Простите, могу я вам задать пару вопросов? Нет, извините. Нет, извините. Нет, извините. Нет, извините. Могу я пару вопросов задать? Не, ну если тебе надо, задай, конечно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли в Германии русские шпионы? Не, ну если они были всю жизнь, так чего им сейчас не быть? Конечно, есть. Они повсюду. Русские шпионы? Как ты думаешь, в Германии есть русские шпионы? Конечно. Да, я думаю, я думаю, да. Я не знаю. Как вы считаете, кто-то из ваших соседей могут быть шпионами или нет? Нет, моей соседи нет. Я их очень хорошо знаю. Мои соседи, конечно, подозреваю, они такие сволочи. Если бы вы получили хорошее предложение от России стать шпионом и получать прилично денег, вы приняли это предложение? Если бы Россия тебе предложила получать много денег, но при этом стать российским шпионом, ты бы принял это предложение? Нет. Нет. Вообще нет. Боже упаси, никогда в жизни. Спасибо большое. Я, к сожалению, уже слишком стара для таких предложений. И в заключении самые свежие новости. Со словами «Этим только Бог поможет» Бундестаг отказал Украине и решил помочь Греции. Ведь какое было прекрасное предложение. Вначале Германия помогает Украине, делает ее развитой, преуспевающей европейской страной. И потом уже Украина помогает Греции. А на этом на сегодня все.